Григорию Лукьянчикову всего 14 лет. Он учится в школе и мечтает стать знаменитым футболистом. 7 лет назад сестра увлекла брата этим видом спорта и с тех пор он каждый день тренируется, чтобы не стили экрана наблюдать за мировыми звездами, а самому достичь высот, как его кумир. Павлюченко. Он мне первая майка досталась с ним. Поэтому он мне очень понравился. Тогда стал лучшим бомбардиром. И все, хочу быть как он. Я как влюбился в это мечтал, так и не отпускаю ее. А пока Григорий играет за видновскую команду «Олимп», которая в этом году вышла на новый уровень и получила возможность участвовать в первенстве России по футболу среди юношеских команд Московской области. До этого видновчане 8 лет находились в легионе уровнем ниже. Эта же лига для нас незнакомая, а противники серьезные. 12 команд, 22 игры. Сегодня в домашнем матче они сразились с подольским «Витязем». Нам тяжело, потому что здесь собраны самые лучшие команды. Это, естественно, более высокие скорости. То есть мы к ним просто не привыкли. Потому что игра в низших дивизионах, да, это немножко все помедленнее. А здесь все нужно принимать решения намного быстрее. Ну, какие-то команды у нас конкурентоспособны, какие-то только привыкают к этим скоростям. Мы, тренеры и наши воспитанники, делаем все возможное, чтобы дети удержаться и в следующем году по-прежнему играть в этой зоне. Но в этой игре у «Олимпа» было преимущество. Они играли на своем поле стадиона «Металлург». А, как известно, дома и стены помогают. Зато «Витязь» мог гордиться своими болельщиками. Вслед за игроками, видно, и приехали их родители, которые всячески поддерживали свою команду. Желаем победить, а там как болеем? По-всякому болеем, переживаем. Тоже так же и расстраиваемся за них. Дома получают, если их не так сыграли. В этот раз ругаться и расстраиваться у гостей из Подольска причин не было. Тоже молодая, тоже неопытная, но, видимо, более удачливая команда «Витязь» во втором тайме смогла обойти «Видновский Олимп» и победить со счетом 1-0. Однако об окончательных результатах еще говорить рано. Итог можно будет подвести только в октябре, когда по результатам всех матчей станут известны призеры первенства России среди юношеских команд Московской области. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Продолжение следует...